Здравствуйте! В прямом эфире вы смотрите вечерний выпуск информационной программы «Факты» на телеканале «Кубань-24». Далее расскажем о главных событиях этого дня. Отлично! Зима наконец-то пришла! Борьба сезонов продолжается. Кубанские автомобилисты пожинают плоды климатического переворота. Я думаю, мы сможем сегодня. Такое же производство, которое есть в Чехии. Куда вы сегодня берете болванки, это здесь. Инновации в развитии малого бизнеса. Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил Тихорецкий район. За пять лет нам удалось переселить порядка пяти тысяч жителей нашего края. Всего три буквы, но горы понимания и уюта. В Краснодаре сотрудники ЖКХ принимают поздравления в преддверии своего профессионального праздника. Мы здесь можем заработать на счет деньги. А заодно экологию улучшить и развитию спорта помочь. В Услабинском районе появились вакансии для провинившихся. Выглядит достаточно стильно. Вот салон, сделанный под кожу крокодила. Дизельпанк в Краснодаре. Гость из другого мира. Готов сразиться с неприятелем, а вместе с тем и сразить жителей кубанской столицы своей красотой. Начнем выпуск с весеннего снегопада, который сегодня стал дневным кошмаром для кубанских автомобилистов. Неожиданные зимние осадки спровоцировали сразу несколько ДТП. В Краснодаре на западном обходе в аварии травмы получил водитель иномарки. По данным очевидцев, легковушка была на летней резине. Мужчина, находившийся за рулем, пошел на обгон, не справился с управлением. Зацепил КАМАЗ и врезался в отбойник. Пострадавшего госпитализировали. А по Дусть-Лабинскому дорогу не поделили фура и три легковых авто. От удара одно из них выбросило на обочину. Кто виноват, разбираются сотрудники ГИБДД. Инспекторы призывают водителей в такую погоду быть осторожными. Сейчас не стоит спешить с заменой зимней резины на летнюю. В целом же движение на многих трассах региона днем было сильно затруднено. Под колесами транспорта ледяная каша. Серьезные пробки в горячем ключе, под Армавиром, в Сочи и в Геленджике. Из-за снегопада временно был закрыт Молдавановский перевал. Пробка растянулась на три километра. Как вам погодка? Ужас! От маршрута отклоняйтесь, да, уже полчаса? Да, уже часика отклонились. Очень плохо, плохая ситуация на дорогах. Дорожников нет, никто не чистит, песком не посыпают. Как вообще в марте снег, такая аномалия? Всякое бывает в этой жизни. Отлично, зима наконец-то пришла. После обеда трассу расчистили. Ситуация на перевале нормализовалась. Сейчас автомобили двигаются свободно, однако осадки не прекращаются. На смену снегу пришел проливной дождь. Экстренное предупреждение пока сохраняется. Возможен подъем уровня рек. Велик риск схода селий и оползней. В МЧС призывают соблюдать меры безопасности и не выходить без надобности на улицу. Больше 20 тысяч спасателей на Кубани придут на помощь в случае чрезвычайной ситуации. Готовность к грядущим паводкам и сезону лесных пожаров сегодня демонстрировали сотрудники МЧС. В их распоряжении 6 тысяч единиц техники. Это и вертолеты, и беспилотники, и плавсредства. Смотр сил краевого подразделения проводила рабочая группа центрального аппарата федерального ведомства. В ходе рабочей поездки инспекторы посетили Краснодар и Славянск на Кубани. И отметили высокую организацию работы. Мы посмотрели здесь и готовность единой дежурно-диспетчерской службы в рамках учета, в рамках анализа. Посмотрели готовность состояния системы оповещения на территории муниципального образования, которая сегодня позволяет практически в автоматизированном режиме обеспечить 98% населения. Это неплохой процент. За уровнем воды в Кубанских реках ведется круглосуточное наблюдение. На проблемных участках работает почти 190 датчиков. Они собирают и передают информацию в режиме онлайн, подтверждая ее фотоснимками. Опираясь на эти данные, программа сама рассчитывает время, за которое будут достигнуты неблагоприятные отметки. Такая автоматизированная система наблюдения за погодой в России не имеет аналогов, а регион продолжает ее развивать. В 2018 году установлено 39 специальных комплексов, которые позволяют прогнозировать масштабы возможных подтоплений по характеру выпадающих осадков. О развитии малого бизнеса и инновациях в сельском хозяйстве. Сегодня говорили в Тихорецком районе. Муниципалитет посетил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев побывал в поселке Малороссийском на производстве по росписи посуды и посетил занятия в детской школе искусств. На встрече с местными жителями речь уже зашла о поддержке частного предпринимательства. Все подробности в материале Александра Иванченко. Фужеры, графины, тарелки и стаканы. Ко всем изделиям здесь индивидуальный подход. Гравировку на бокал элегантно наносит автоматика, а тарелки вручную расписывает мастер. Мы научились клеить деколи, потом научились рисовать кобальтом, потом перешли на платину и золото. В основном я декорирую фарфор, конечно, не стекло. За это время, конечно, у нас усложнились декоры. Этому искусству работники небольшой поселковой фабрики по росписи стекла и керамики обучались у чешских мастеров. Оттуда же привозят и заготовки для будущих изделий. 35 человек каждый месяц создают примерно 45 тысяч изделий. Познакомиться с работой мастеров сегодня приехал глава региона. Венемину Кондратьеву показывают, как искусно происходит придание цвета бокалу. Небольшое кубанское предприятие поставляет свою продукцию сразу в шесть крупных городов России, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Кроме сырья в виде так называемых болванок, все остальное делают на фабрике. Придают товарный вид, создают дизайн и украшают. С такой любовью к работе пора переходить на полный цикл производства, обратил внимание губернатор. Мы развиваемся. Кто бы что ни говорил. Вот такая красота, которая сегодня на этих полках. Вчера она еще была полностью либо турецкая, либо с той же самой Чехией. И никакого отношения вообще не имела к нашему региону. Да, в целом к России. А сегодня мы красоту создаем здесь, в Тихолецком районе. Это реальный шаг к тому, чтобы на самом деле мы развивали собственные производства. Я думаю, что здесь вопрос времени. И совсем немного пройдет. Я думаю, мы сможем сегодня такое же производство, которое есть в Чехии. Откуда вы сегодня берете болванки, создать здесь. Совсем скоро эта ваза не будет иностранкой, сама болванка. И сделана будет здесь. Перестать быть зависимыми от импорта – это задача ни одной конкретной фабрики. Предприятия разных сфер сейчас стремятся создавать у себя полный цикл производства. Большой скачок в этом направлении особенно заметен в сельском хозяйстве. В агропромышленной компании в станице Архангельской решили всерьез заняться продовольственной безопасностью, рассказывает Венемину Кондратьеву. Кроме стандартного выращивания зерновых, здесь еще на поток поставили семеноводство. В хозяйстве размножают семена сои, ячменя и пшеницы. Делают их устойчивыми к болезням, засевают собственные поля и продают другим фермерам. Импортный материал в этой цепочке оказался вычеркнут. Это принципиально сегодня важно, коллеги, принципиально важно, потому что никакой безопасности сегодня продовольственной не может быть речи, если мы сегодня работаем с импортными семенами. Мы сегодня вынуждены работать с импортными семенами, но я надеюсь, что это вынуждено, скоро слово должно уйти. Уйти, по крайней мере, с Кубани, потому что мы должны перейти на отечественные семена, на отечественную селекцию. Это жизненная необходимость, жизненная, потому что это та удавка, за которую можно всегда потянуть, и все. И на задние лапки станет по большому счету. Поэтому наша соя, горох, в целом наши семена, пшеница, это наши сегодня семена, и это гордость Кубани и России. В маршруте губернатора по Тихорецкому району были не только производственные предприятия. По пути, на встречу с местными жителями, Вениамин Кондратьев заехал в детскую школу искусств. До прошлого года она находилась в здании, которое построили больше века назад. Сейчас это уютное помещение с собственной библиотекой, классами живописи и компьютерной графики. Ученики школы показали губернатору, как правильно лепить кувшины из глины, которую, кстати, добывают здесь же, в Тихорецком районе. Мы сейчас делаем кувшин, у нас сейчас совместная работа. Мы от двух, трех и четырех людей мы делаем общий совместный кувшинчик. Вот через этот кувшин вы учитесь работать командой. Ты правильно говоришь, понимать, взаимодействовать, слышать, чувствовать, поддерживать друг друга. Это искусство, которое сегодня для вас просто занятие, может быть, для кого-то хобби останется, а кто-то потом серьезно будет этим заниматься. Но оно вас формирует уже как людей интеллектуальных, гармоничных, людей, которые умеют творить. Так? Да. На встречу с губернатором собрались 700 человек. Больше просто не вмещает зал Дома культуры. Прямой диалог с главой региона – то, ради чего приходят местные жители. Частый вопрос про поддержку малого и среднего бизнеса. Предприниматели Тихорецкого района – одни из самых активных на Кубани. 36 человек воспользовались услугами фонда микрофинансирования. Губернатор обратил внимание и на то, что на Кубани перестали бездумно раздавать деньги. У бизнеса тоже должна быть ответственность и эффективность. Таким предпринимателям обязательно помогут. Я получил субсидирование по краевой федеральной программе в размере 300 тысяч. Это было очень хорошее подспорье для дальнейшего развития моего бизнеса. Но по прошествии двух лет эту субсидию закрыли. И появились только кредиты. Как они будут называться, не имеет значения. Кредиты надо отдавать. Бесплатных денег не бывает. Это деньги всех вас, налогоплательщиков. Мне важно эффективно распорядиться деньгами. Эффективно. Чтобы и заработали мы ещё все. А потом, что заработали, пустили снова на развитие и на поддержание текущей жизни. Вот что сегодня нужно. А просто так взять всем раздать. Но ещё раз подчёркиваю, мы анализировали то, что раньше было. Нет вообще возвратности. Нет. Прогорел с этими деньгами. Брали немаленькие суммы, относительно немаленькие. Прогорели и никакой ответственности. Но он же не своими деньгами рисковал. Он рисковал деньгами всех, налогоплательщиков. Почему же я и сказал вначале, бюджет, краевой бюджет, либо район. Это же не касса взаимопомощь. Экономические механизмы сегодня в крае работают. Беспрецедентные. В рамках России фонд микрофинансирования. Первый по объёмам денег в стране. Первый. То есть, если ты хочешь начать свой бизнес до 5 миллионов, ты можешь взять по 4% годовых. В этом фонде микрофинансирование. Развитие малого бизнеса – это устойчивая экономика, которая, в свою очередь, тянет вперёд весь муниципалитет. В прошлом году Тихорецкий район занял первое место в крае по оценке эффективности органов местного самоуправления. Потенциал у этой территории огромный, и учитывать его будут в масштабах всей Кубани. Тихорецкий район сильный, я уже сказал, стабильный с точки зрения экономической составляющей, социально-бытовых условий район. Я ещё подчеркиваю, скорее всего, это, в первую очередь, связано с очень такой профессиональной, управленческой районной властью. А если говорить в целом про активность, это 14 краевых государственных программ, в которых вы не просто заявки сделали, вы уже активно принимаете участие району. А это различные программы, по которым, конечно, можно добиться и реальных конкретных результатов, которые будет видеть житель. Ещё один из ключевых показателей успешности территории – это уровень безработицы. В Тихорецком районе он ниже 1%. Основные направления занятости – промышленное производство, сельское хозяйство и частное предпринимательство. При грамотном сложении всех переменных получается правильный экономический результат. Александр Иванченко, Алина Сорокин, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Тихорецкий район. Продолжаем выпуск. Они создают уют и комфорт. Работников жилищно-коммунального хозяйства региона сегодня отчествовали в Краснодаре. В преддверии профессионального праздника ветеранов и передовиков отрасли поздравили в концертном зале Краевой филармонии. От сотрудников ЖКХ во многом зависит уровень благоустройства домов, дворов, парков и скверов. В последние годы он только растёт. За слаженную работу пришедших на торжество поблагодарил глава профильного ведомства Евгений Зименко. Он также отметил большие успехи в решении проблем с аварийным жильём. За пять лет нам удалось переселить порядка 5000 жителей нашего края. За данный период времени мы тоже достигли неких результатов в части капитального ремонта наших многоквартирных домов. А это мало ли много, более 1800 многоквартирных домов. В Краснодарском крае в сфере ЖКХ трудится более 10 тысяч человек. Лучших сегодня наградили почётными званиями заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Кубани и благодарственными письмами. Отмечать профессиональный праздник будут в воскресенье. Экологически чистый путь на свободу. Уникальную линию по переработке резины запустили в исправительной колонии строгого режима. Находится она в Усть-Лабинском районе. Там осваивают новые способы заработка. Из отслуживших своё автомобильных шин производят резиновую крошку для детских и спортивных площадок. В технологические тонкости вникала Ксения Галич. Это производство практически ничем не отличается от любого другого. Тот же 8-часовой рабочий день, отпуск и перерыв на обед. Только вокруг колючая проволока и вооружённая охрана. Работники тоже не совсем обычные. Они никогда не опаздывают и не прогуливают. Все они совершили тяжкие преступления. Здесь, в колонии строгого режима, а работа даёт возможность ненадолго забыть, где находишься. Время, конечно, быстрее тянется, быстрее проходит. Меньше думаешь о чём, больше занят и работают. Александр, как и вся его бригада, за колючей проволокой уже не первый год. На этой линии они передовики производства. За смену вырабатывают почти 2 тонны готовой продукции. Это позволяет по тюремным меркам неплохо зарабатывать. Мы здесь можем заработать на счёт, деньги, на личном счету. Деньги получают и тратим их на что? На свои личные нужды. Также помогаем родственникам по возможности. Уникальная для России линия переработки шин открылась в исправительной колонии недавно. Предприятия, на которых покрышки утилизируют таким экологически безопасным способом, в нашей стране единицы. Поэтому заказов много. Работа в этом цеху приостанавливается лишь во время пересменки. Трудится круглосуточно, не нарушая трудового законодательства. Трёхсменная работа на этом участке происходит. Три человека в смену выходят осужденных. Процесс производства достаточно простой. Покрышку разрезают на небольшие фрагменты, которые сразу отправляют в измельчитель. Здесь его прозвали мясорубкой. Так острые ножи превращают резиновые полоски в крошку. Она получается разного размера. Дальше с помощью магнитов отделяют металлические части, а помол используют в благоустройстве. Из мелких частичек делают покрытие детских площадок, а из тех, что покрупнее, спортивных. На них более безопасная игра телетренироваться. Коверос крошки мягкий и не скользкий. Кроме того, прослужит он намного дольше асфальта. Как минимум 10 лет. Ксения Галич, Валерий Стурит, Олег Перминов, Михаил Боеправ, Кубань-24, Услабинский район. Гость с другой планеты или мастерство человеческих рук. Необычный транспорт появился на задворках одного из заводов Краснодара. Информация о фантастической машине, копии легендарного авто из популярного фильма «Безумный Макс» с рельефным кузовом, бампером из труб и решетками на окнах, как вирус, стала распространяться в социальных сетях. Но вот кто создатель шедевра, никто не знает. Наша съемочная группа разыскала машину и узнала секреты железного коня. Изучив комментарии в социальных сетях, мы отправились на территорию одного из краснодарских заводов. Именно там, по мнению интернет-пользователей, находится машина из популярного фильма «Безумный Макс». Попробуем найти легендарный автомобиль, ну и заодно узнать, кто же этот загадочный кубанский кулибин. Я не знаю, вот хожу мимо, увидел. Глазная машина, прям хочется прокатиться, сфотографироваться с ней. Вот побольше бы таких людей с умелыми руками. Оказалось, что в жизни машина выглядит более чем впечатляюще. Сразу бросаются глаза вот такой пулемет системы «Максим» на крыше автомобиля. С такими, кстати, воевали в Первую мировую войну. Дальше что мы видим? Это вот такие решетки на передних оконах и на лобовом стекле. Производитель данной модели явно готовился защищать мир от нашествия какого-нибудь зла. То ли бизон, то ли бык. В общем, вот такой рогатый череп украшает бампер. И в продолжении темы анатомии – кости рук. Посмотрите, эти кости буквально по всему кузову. Признаюсь сразу, я не очень разбираюсь в машинах, но знаю точно, что за основу этой взяли наше советское «Жигуле». Попробуем попасть вовнутрь. Открывается. О, выглядит достаточно стильно. Вот салон, сделанный под кожу крокодила. Наберусь наглости и посмотрю, что в бардачке. Ничего нет, но открывается. Видим магнитолу. Сейчас тоже попробую включить пару мелодий. Ответа нет. Ручник и руль. Посмотрите, какой красивый руль. Вот это работает. Методом проб и ошибок я поняла, что в этой машине работает сигнал. Дальше работают дворники. Вот есть еще кнопка. Ну, видимо, это печка. Идет какой-то воздух отсюда. Делаю вывод, что в этой машине есть аккумулятор. Значит, чисто теоретически, возможно, она может завестись и поехать. Может, я и не понимаю ничего в машинах, но здесь я не ошиблась. Через полчаса после начала съемки нам удалось познакомиться с одним из создателей этого агрегата. Здравствуйте. А что вы тут снимаете? А чья машина-ка очень интересная? Наша машина, что ли? Она заводится? Да, конечно. Она в рабочем состоянии. Да? Давайте зайдем ее вам науторить. Не хочет. Стояла, видать, долго. Вот он, рев мотора из-за предельной скорости, ради которых мы сюда приехали. Как будто бы сам безумный Макс сошел с экранов телевизоров и показывает сейчас нам мастер-класс по суперъезде на самом известном киношном авто. Павел Черноморченко рассказал, что этот железный конь попал на Кубань из Омска. Сибирская металлобаза пришлась ему не по нраву, поэтому кастомный проект привезли на юг два месяца назад. Хотелось сделать что-нибудь уникальное, похоже на безумного Макса. И как-то пришло вдохновение в свободное время сделать такой аппарат, который бы радовал глаз мимо проезжающих, проходящих. Все останавливаются, фотографируют, смотрят, удивляются. У киношного авто три отца. Двое из них сейчас в Омске. Над своим фантастическим детищем они трудились два месяца. Продумывали все до малейших деталей. Ручки, кузов, фары и цвет. Вот эти все детальки, это остатки чего-то или что? Нет, это сами полностью производили. Как вы видите, как будто лист цельного металла. На самом деле это пустой короб. Просто сделан так, профессионалами, ребятами. Выбор основы советской копейки тоже потребовал немало сил и времени. Главное, чтобы машина была на ходу, говорит Кулибин. Поэтому пришлось хорошенько прошерстить барахолки и авторынки. Во время поисков нашли еще и Ниву. Ее превратят в джип-монстер-трак. В будущем своих железных подопечных изобретатели собираются вывезти на выставку народных умельцев. Вероника Веретенникова, Игорь Звинаревский, Кубань-24, Краснодар. Это «Вечерние факты», и мы продолжаем рассказывать о главных событиях этого дня. Разгрузит Краснодар от пробок и доставит с комфортом до нужной станции. Речь идет о проекте городской электрички, который накануне в Москве обсуждали глава Кубани Вениамин Конратьев и генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Для города-миллионника это транспортное решение действительно необходимое. Какие шаги уже сделаны в сторону наземного метро и как оно будет выглядеть, Яна Бузычкина подробнее. По бархатным рельсам, минуя все пробки, так теперь добирается до Краснодара Ксения Борякина. На городской электричке со станции Афибская до Краевого центра студентка ездит на учебу. Путь, который порой измерялся часами, теперь сократился до 40 минут. Я пол первого курса ездила на автобусе. Я просыпалась намного раньше, часа за два, чтобы успеть приехать. И пробки были очень большие, особенно на Явановском мосту. Чем не альтернатива личному авто и пробкам, а главное, с пункта А до пункта В можно добраться с комфортом, не теряя драгоценного времени. Всего же пригородно-городскими электричками ежедневно пользуются около 9 тысяч пассажиров. Самые популярные направления – станица Денская, микрорайон Пашковский, а также поселки Афибский и Ильская. В декабре прошлого года на эти маршруты вели дополнительные рейсы. Это логичное развитие проекта городских электричек, как отметили тогда представители РЖД. Теперь жители Кубанской столицы задаются вопросом, в какие еще районы придет электропоезд. Ведь городу-миллионнику, который иногда просто задыхается от 9-бальных пробок, необходимо новое транспортное решение. Можно обойтись без чего угодно, но опять же это будет другой совершенно город. Это будет город, который будет вечно стоять в пробках. Это город, который будет абсолютно заторможенный и немобильный. Таким видит будущее Краснодара архитектор Алексей Тимофеев без новых направлений городских электричек. По его мнению, именно сейчас, когда город активно прирастает населением, нужны кардинальные меры. На такие в свое время пошла Москва. В столице движения пассажирских поездов открыли по МЦК, а позже ввели схему, которая позволяет соединить пригород и центр Москвы. Так называемые сквозные диаметры. Для того, чтобы в Краснодаре появился свой скоростной надземный транспорт, есть все предпосылки. Движение можно пустить уже по существующим железнодорожным путям. В любом случае, он готов принципиально в том отношении, что железнодорожное сообщение через Краснодар есть. То есть эти пути, коридоры внутри города, что режется, труднее всего. Труднее режется по-живому, труднее сносить. Труднее сносить дома, чтобы проложить такую ветку метро и так далее. У нас этого делать, слава богу, не нужно, по крайней мере, в глобальных масштабах. Поэтому в этом отношении город, конечно, готов. Так называемый проект наземного метро начали активно обсуждать после запуска железнодорожного обхода Краснодара. Его официально открыли в феврале этого года. По новой 65-километровой ветке теперь следует весь транзитный грузопоток, минуя город. Вениамин Кондратьев тогда отметил, что новую инфраструктуру используют грамотно. Путепровод позволит развивать систему пригородного транспорта, а также поможет связать с центром отдаленные районы. Прошло чуть больше месяца, и перспективы развития наземного транспорта в Краснодаре обсуждают уже на федеральном уровне. Накануне Вениамин Кондратьев встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. В обсуждении также приняли участие заметители главы региона Андрея Алексеенко Игорь Голась, а также мэр краевой столицы Евгений Первышев. Губернатор рассказал о необходимости проекта городской электрички и обратился к Олегу Белозерову с просьбой создать рабочую группу при поддержке транспортной компании. Для нас принципиально важно сегодня при вашей поддержке решить вопрос, стратегически важный для развития Краснодара. Его транспортной составляющей, транспортной логистики – это возможность создания наземного метро. Возможность появилась потому, что, опять-таки, при вашей поддержке реализован проект объезд железнодорожного транспортного узла Краснодара. И те сегодня возможности, которые нам предоставляет существующая железнодорожная транспортная инфраструктура, может позволить нам коксилизовать проект транспортного метро. Потому что, на самом деле, он значим сегодня для Краснодара. Электрички свяжут и прилегающие районы к краевому центру, и микрорайоны самого Краснодара между собой и с центром Краснодара, что по себе и создаст такой каркас железнодорожного транспорта, тех самых электричек, которые позволят нам сегодня отчасти расшить проблему транспортную. Поэтому, если возможно, под вашим контролем создать рабочую группу, которая поэтапно подойдет к реализации данного проекта. Полностью поддерживаю возможность создания такой группы, совместной рабочей. Я думаю, что мы в рамках работы этой группы обсудим и возможность расшивки внутри Краснодара. И, как вы сказали, посмотрим, как может быть улучшить ситуацию с пригородным движением в целом, где мы могли бы найти наиболее оптимальные варианты по ускорению движения. Специалистами разрабатываются маршруты движения городских электричек. Вот некоторые из них. Первый этап свяжет между собой станицу Новотитровскую и Северский район с центром Краснодара, а также северную часть города с Восточной. Во втором этапе стоит задача связать станицу Динскую с центром Краевой столицы, а третий этап коснется сообщений между аэропортом и Услабинским районом. Это не просто способ перевести людей. Это способ увеличить транспортную доступность, а значит, повысить производительность труда за счет сокращения времени. Это способ повысить трудовую мобильность, а, соответственно, более рационально использовать рабочую силу. И, в конце концов, это способ повысить доходы от транспортной отрасли в том случае, если этот проект будет реализован комплексно. Планируется, что наземные ветки пустят по существующим железнодорожным путям, а также рассматривается возможность строительства новых. По обозначенным направлениям пустят поезда «Ласточка». Для обслуживания из красных электричек возведут депо. Специалисты уже отмечают. Будущий проект, который не боится пробок и томительных остановок, станет скачком в транспортном развитии краснодарской агломерации. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец и Виктор Чаусов. Кубань-24. Москва. Краснодар. К другим новостям. Лидеры России собрались в Сочи. Сегодня на курорте стартовал финал второго конкурса управленцев. Лучшие руководители страны уже провели открытые уроки для школьников. Это первое испытание решающего этапа. Участников поделили на пары и предложили несколько тем на выбор. 45 минут на то, чтобы рассказать о лидерстве, жизненных испытаниях или пути к успеху. Интерактивная часть и лекция – обязательные условия. В роли арбитров ученики. Роман Биагон из Нижнего Новгорода и Диляра Хисамова из Москвы дали урок старшеклассникам из 76-й гимназии. У меня есть опыт преподавания. То есть это и ораторское искусство, и умение, и знание, и опыт в области преподавания перед ребятами. Поэтому я чувствовал себя в своей тарелке. Ребята классные. Это самая драйвовая часть этого конкурса. Если честно, мы все очень переживали перед детьми выступать очень ответственно. Мы ежедневно, мы все уже работаем, давно управляем, очень перед многими аудиториями, большими, даже тысячными выступаем. Но перед этой аудиторией это самое взыскательное. Мне очень понравилось. Сегодня такие уроки прошли в 20 сочинских школах. Завтра после официальной церемонии открытия конкурса состоятся мастер-классы и панельные дискуссии. А в пятницу на курорт приедут наставники, которые будут оценивать финалистов. Испытывать на прочность лидеров будут до 17 марта. К финишной черте подобрались и представители Краснодарского края. В решающем туре 8 кубанских управленцев. Перед первым этапом зарегистрировались тысячи участников со всей страны. И только 300 специалистов, это представители 60 регионов, вышли в финал. Навсегда 25-летняя сегодня исполняется 101 год со дня рождения знаменитой летчицы Евдокии Насаль. Она была заместителем командира женского авиаполка, который немцы прозвали «ночными ведьмами». А первой женщине-летчице, которая во время Великой Отечественной войны получила звание Героя Советского Союза. Наш сюжет. Это макет самолета ПО-2. Легкие фанерные самолеты, на которых летали ночные ведьмы, в которые ходят наши Евдокия Ивановна Насаль. Точную копию фронтового кукурузника, такого же фанерного, как и оригинал, школьникам подарили ветераны. Пока до серьезного музея далеко, самолет ночных ведьм стал украшением исторического уголка. А вот и она, младший лейтенант, навсегда 25-летняя Евдокия Насаль. На приборной доске у нее была фотография мужа. При каждом вылете она смотрела на фотографию своего мужа, и она говорила, ничего, мы еще с тобой повоюем, и все у нас будет хорошо. Учительница по профессии Евдокия Насаль в начале Великой Отечественной потеряла маленького сына. Фашисты разбомбили роддом, где появился на свет ребенок. До военной занятий в аэроклубе определили выбор – идти на фронт и летать. После личной трагедии, по воспоминаниям очевидцев, в бой шла неистова, стараясь отомстить. Каждую ночь совершала по несколько вылетов, и каждый из них был результативным. Сброшенные бомбы попадали в цель. Когда налетали эти девушки с выключенными двигателями ночью, город погружался в полную темноту. Только изредка был слышен небольшой рокот, и неизвестно откуда, с какой страны. Они сыграли такую важную роль, что немцы боялись их больше, чем нормальных истребителей. «Летят ночные ведьмы на помеле» – так говорили фашисты про летчи с легендарного женского 46-го авиационного полка под руководством Бершанской. Девушки, а им было от 18 до 27 лет, с неба защищали Ставрополь, Владикавказ, Белоруссию, Крымский полуостров и Кубань. У младшего лейтенанта Евдокии Насаль множество наград. Среди них ордена Ленина, Красной Звезды и Красного Знамени. Не так давно в школу передали важные документы, которые помогут местным краеведам и дополняют экспозицию будущего музея. «Копия наградных листов на Евдокию Ивановну Насаль, информация о вылетах. С детьми мы обязательно эти материалы просмотрим». За доблесть и мужество первое звание Героя Советского Союза в женском авиаполку было присвоено младшему лейтенанту Евдокии Насаль, но уже посмертно. В апреле 43-го года южнее Новороссийска самолету-2 атаковал вражеский истребитель. Пилот успела выполнить задание, но на родной аэродром вернуться живой не смогла. Ее смертельно ранили, а машину довела штурман. Потеря опытной боевой подруги стала большим горем для однополчанок. Они продолжили сражаться с фашистами в небе с именем Дуси на корпусе самолета. «А вот тут видно, что мстим за Дуси. Тут было написано как раз таки». Евдокия Насаль, как и все летчицы женского полка, мечтала совершить тысячу боевых вылетов. Но последним для нее стал 354-й. Молодую женщину похоронили в братской могиле в станице Пашковской. Сегодня имя героя носит школа. Ученики в деталях изучают биографию, шествуют над стеллой на месте захоронения летчицы. Поныне пишут картины и снимают фильмы про ночных ведьм, которые отомстили за Дусю. Она за сына. Юлия Костина, Нила Ракша, Артур Завада, Кубань-2. Это «Вечерние факты» и мы продолжаем. В Сочи сотрудники ФСБ и полицейские вышли на подпольную нарколабораторию. По данным следствия, ее организовали двое приезжих из Томска. Запрещенные вещества обнаружили в машине, которой пользовались мужчины, а также в квартирах, где они временно проживали. Еще одно съемное помещение предполагаемые злоумышленники переоборудовали в мини-фабрику по производству наркотиков. Установлено, что в съемной квартире мужчины организовали работу нарколаборатории, где изготавливали запрещенные вещества с целью дальнейших реализаций на территории города-курорта. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые взятые под стражу. Экспертиза уже подтвердила изъятые вещества, общий вес которых больше килограмма, являются наркотиками, солью, мифедроном и гашишем. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Другим темам четверть россиян соблюдает какой-либо из православных постов. Об этом говорит исследование, которое было сегодня опубликовано в ЦИОМ. Его специалисты провели опрос жителей нашей страны. Сейчас идет Великий пост. Его правила стараются придерживаться как минимум 16% соотечественников. У тех, кто постится, узнали, какие традиции они будут соблюдать в ближайшие 46 дней. Большинство, а это 60%, собираются красить яйца к Пасхе. Половина приверженцев православной диеты отказались от алкоголя. Почти столько же постящихся и исключили из меню пищу животного происхождения. Это мясо, молоко и яйца. 36% опрошенных стараются чаще ходить в церковь. Великий пост самый строгий и продолжительный в церковном календаре. Завершится он 28 апреля праздником Воскресения Христова. А в Роскачестве заинтересовались постными продуктами. Его эксперты взялись за рис, гречку и растительное масло. Они подготовили рекомендации по их выбору. Простые советы, которые пригодятся не только постникам, уже взял на вооружение Андрей Кныпа. На сей раз эксперты сосредоточились не только на показателях качественного продукта. Они объясняют, для каких блюд его лучше использовать. Ведь одного только риса на продуктовых полках больше 150 сортов. Неискушенному потребителю выбор сделать непросто. Самый популярный в стране рис круглозерный. Богат на крахмал, поэтому хорошо разваривается и подходит для пирогов, пудингов, запеканок и молочной каши. Мягким и рассыпчатым получается рис длиннозерный. Варить его нужно чуть дольше обычных сортов, несмотря на то, что в процессе производства он уже прошел обработку паром. Для супов, ризотто, паэльи и овощного плова рекомендуют среднезерный рис. Он короче и шире длиннозерного, а при варке поглощает больше влаги. Поэтому немного слипается, зато в готовом виде получается более нежным и мягким. Рис может быть шлифованный, очищенный от оболочки и не шлифованный. Последний богаче на витамины и микроэлементы. Он дольше варится и получается жестче. Какой бы рис вы не рассматривали, зерна в пакете должны быть цельными, без сколов и одинаковыми по длине и форме. Крупинки зеленоватого цвета означают, что рис не дозрел. В упаковке также не должно быть шелухи. Но не рисом единым питаются россияне. Ядро у вкусной гречки будет цельное, не раздробленное. Натуральный цвет крупы зеленый, а загар она получает после термальной обработки. Причем ненасыщенный шоколадный цвет говорит о том, что продукт долго лежал на складе или в магазине. Гречка должна быть хорошо просеяна, чтобы в упаковке не попадалось черных ядер. Не все то хорошо, что красиво называется. Это правило стоит вспомнить, выбирая растительное масло. Многие комплименты маркетологов на самом деле ничего не говорят в пользу товара. Без консервантов и красителей сегодня практически каждая бутылка. Красители с маслом просто не смешиваются, а консерванты ему не нужны. Первый отжим – это способ производства любого нерафинированного масла. А масло рафинированное извлекают с помощью химического процесса. Популярный витамин Е тоже содержит любое подсолнечное масло. На что внимание обратить стоит, так это на полку в супермаркете. Эксперты советуют брать бутылку масла с темных витрин. От цвета продукт теряет полезные свойства и быстро портится. Считается, что чем светлее цвет рафинированного масла, тем лучше оно очищено от природных красящих веществ. Мутное масло, скорее всего, окажется испорченным. А вот нерафинированному продукту небольшой осадок позволен. Это полезный для организма фосфолипиды. И цвет такого масла может быть темным. И характерный солнечный запах присутствует. В общем, берем на заметку, покупаем только правильное масло и заправляем им правильную пищу. И в завершении выпуска. Сегодня Кубань-24 помогает 12-летней Таисии Узельдингер из Славянска на Кубани. Она стала героем нашей доброй среды. Весь день мы рассказывали историю девочки, которая перестала расти. У ребенка обнаружили редкое генетическое заболевание – синдром Шерешевского-Тернера. Рост Таисии 128 сантиметров. В свои 12 она похожа на 7-летнего ребенка. Но девочка не чувствует, что чем-то отличается от сверстников. Тая ходит в обычную школу, хорошо учится, занимается в бассейне, пишет стихи, рисует и мечтает стать преподавателем истории. Наблюдая за активной и жизнерадостной девочкой, сложно представить, что каждый успех дается ей с большим трудом. Я всегда со школы, где-то с 2-3 урока очень устаю, очень утомленная. В садике я была намного энергичнее. Сегодня благодаря современной медицине шанс вырасти у Таи есть. Но необходимо несколько лет подряд проходить курс дорогостоящего лечения, а это 200 тысяч рублей в год. Начинать нужно уже сейчас, но таких денег в семье нет. Мама воспитывает девочку одна. Помочь Таисии может каждый. Для этого нужно отправить смс со словом «частье» на номер 7715, через пробел, указав любую сумму, или сделать пожертвование на сайте благотворительного фонда «Край добра», нажав на кнопку в виде сердца. Горяковый wheel